Друзья, вот уже 8 лет на Донбассе идет война. В результате государственного переворота в братской для нас стране при поддержке международных кукловодов в власти пришел режим, который сделал фашизм государственной идеологией. Постоянно проявляя агрессию в сторону России, этот режим заявил о желании создать ядерное оружие. Чтобы вернуть мир в Донбасс и защитить будущее России, наш президент Владимир Владимирович Путин принял единственно правильное решение – провести специальную операцию по геноцификации. Националистические элементы, судорожно пытаясь сохранить власть, раздают оружие уголовникам и словно живым щитом прикрываются мирными жителями. В это же время российское военно-руководство бережет жизни солдат и простых граждан. Но в операциях такого масштаба потери неизбежны. К сожалению, это коснулось и нашей республики. Выражаю глубокие соболезнования семье сержанта Контрактной службы Вооруженных сил России Константину Манджиеву. Мы сохраним память о его мужестве и верности долгу. Уже много лет против России ведется информационная война. У нас пытаются отнять историю, опорочить и обесценить подвиги наших предков. Враги России делают все для того, чтобы рассорить регионы и народы, для которых наша страна – это Родина и общий дом. Сейчас поток лжи и провокаций вырос многократно. Здесь важно проявить внимательность и сознательность, не верить фейкам и не распространять их. Усилилось давление и на многие сферы жизни нашей страны, в том числе и на российский спорт. Как президент Федерации кикбоксинга России, хочу сказать, что наших спортсменов ранее принудили выступать без своего флага и гимна. На мой взгляд, это очевидный подрыв гражданской самоидентификации целого поколения. С этими же целями наши сборные и спортсменов отстраняют от соревнований, лишают наград. Но мы знаем, что у российского спорта великие традиции. Это никому не нужно доказывать. А испытания только укрепят нас. Если потребуется, мы выстроим альтернативную архитектуру международных состязаний. Считаю, что аналогичные решения будут найдены и в других сферах, где сегодня нам объявляют санкции. Тем не менее, надеюсь, что наши иностранные партнеры проявят благоразумие. Россия и Украина не просто братские народы. У нас общая история и культура. Нас искусственно пытаются разделить. Но на самом деле нам просто нечего делить. Наши отцы, деды и прадеды не для того сражались с фашистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодня правили неонацисты. Потоку лжи мы противопоставим правду и справедливость. Благодарю тех, кто уже публично поддержал решения руководства страны и наши вооруженные силы. Друзья, земляки, соотечественники, мы за мирное будущее России и наших братских народов. Только вместе мы победим!